Здравствуйте! С вами программа «Звонница» на телеканале НТМ. В нашей передаче мы рассказываем вам о главных событиях в жизни Ярославской епархии, о храмах и святынях нашей Древней Земли и о людях, живущих на ней. На этой неделе в Ярославль приехал новый глава епархии, архиепископ Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Торжественная встреча прошла в Успенском кафедральном соборе города Ярославля. С новым владыкой познакомился и наш корреспондент. Задолго до приезда архиепископа Пантелеимона около Успенского собора стали собираться люди. Торжественную встречу подготовило духовенство. У входа в собор выстроились курсанты военных училищ. Воспитанницы Николас Ольбинского женского монастыря встречали хлебом с солью. Были и представители светской власти. Владыка Пантелеимон приехал один, сразу прошел Успенский собор и отслужил молебен. После этого обратился к ярославцам. По словам архиерея, несмотря на то, что Ростов-на-Дону его настоящий дом, где он родился и прослужил последние 16 лет, на Ярославскую кафедру приехал с радостью. Здесь он бывал однажды проездом, но связь с этой землей была всегда. Он принял монашество в Троице-Сергиевой лавре и считает себя духовным чадом Сергия Радонежского. В то же время в Ростов-на-Дону чтут память ярославского святого Дмитрия Ростовского. Там ему установлен памятник и проходят димитриевские чтения. То, что накануне своего 70-летия он был назначен на служение в Ярославль, считают глубоко символичным. Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, как бы приглашают, это я так размышляю, приглашают в мой юбилейный год на эту кафедру, на эту кафедру древнюю, святую русскую. И вот эта вот древность, она так поразила мое сердце, потому что юг России, там нету таких святынь древних. Сегодня по дороге в Ярославль архиепископ остановился сначала в Переславле, а затем в Ростове в Спасо-Яковлевском монастыре. Сейчас он признается, когда-то, учась в семинарии, покупал пластинки с ростовскими звонами. А сегодня увидел все это наяву впервые в жизни. И это по-настоящему вдохновляет. В каждом поселении, вот в Ярославле, проезжаем один монастырь, второй монастырь, один краше другого и один древнее другого. Вот это вот, честно говоря, поражает. Когда мы на юге живя, мы как-то только в фильмах видели, а так очень редко. Столько святынь, допустим, на одном месте. После молебна в Успенском соборе к новому владыке выстроилась целая очередь из желающих получить благословение. Среди них были и те, кто приехал специально на это событие из Ростова-на-Дону. Всегда, приходя на подворье кафедрального собора в Ростове, где располагалась резиденция владыки, всегда можно было заметить множество людей, которые ждали встречи с ним и, безусловно, не дожидались. Я считаю, что это достойнейший человек, просто достойнейший. Я считаю, что это просто дар Божий для Ярославля и для епархии. Это человек один из самых лучших, кто мог прийти. Ярославцы задавали владыке много вопросов о его предстоящих делах на новой кафедре. Но пока, считает он, об этом говорить преждевременно. Сначала надо осмотреться, самому все узнать и только тогда строить планы. Коллектив программы «Звонница» и телеканала НТМ присоединяется к поздравлению владыки Пантелеймона с вступлением на новую кафедру «Многое и благая лето». Ярославские иконописцы начали работу над иконостасом одного из московских храмов. Это редкий храм, престол которого освящен в честь Рождества святителя Николая Чудотворца. О новой работе ярославских мастеров в нашем следующем сюжете. Чтобы передать всю глубину и красоту этого образа, ну, конечно, это очень неответственная работа. Интересно то, что у него очень такой теплый медовый колорит, который сочетается с глубоким синим фоном. И передать весь этот контраст и красоту этой иконы – это такая вот стоит задача. Вот как она у нас получится, вот это вот будет. Художники и иконописный мастерской «Ковчег» работают над новыми иконами. Редкий по красоте образ «Спас золотые волосы» будет центральным в иконостасе нового московского храма, который освящен в честь Рождества Николая Чудотворца. Мастерам «Ковчега» предстоит полностью создать иконостас церкви. Главная сложность в том, что храмов с таким посвящением в России не сохранилось, хотя до XVIII века они были очень распространены. Известно, что в екатерининские времена они были повсеместно закрыты, а затем упразднены. Исследователям еще предстоит выяснить, с чем это связано. А пока мастерам приходится работать, буквально собирая крупицы информации. Никаких сейчас документов, нет информации. Очень сложно ее сейчас обнаружить, где бы это ни было. Сейчас поэтому все с нуля. Мы сейчас все находим материалы, которыми пользуемся. Иконостас будет трехъярусный. Основными иконами в нем будут образ Рождества Николая Чудотворца, Федоровской Божьей Матери, царственных мучеников, спаса золотые волосы. Икона Рождества святителя Николая также нигде не сохранилась. Более того, нет даже сведений о ее иконографии. Художникам удалось выяснить, что она композиционно соотносилась с образом Рождества Богородицы. Купель, где, в общем-то, младенец. В общем, здесь, правда, берется за основу образ Рождества Пресвятой Богородицы. Но будет здесь трактовка, наоборот, на руках, как бы, будет изображен именно младенец Николая Чудотворец. Мастер Надежда Преснякова работает над образом святителя Василия Великого. Образ традиционный, но его, как и все другие, надо сопоставить с доминантами иконостаса, написанными в византийских традициях. Богородица Федоровская, они задают тон такой своеобразный, темно-синий фон, они отличаются декоративностью большой. Поэтому остальные, они должны не выбиваться из общего ряда, быть в колорите яркими. Очень, ну, такой достаточно декоративный стиль. Если говорить о Ярославском, то он более изящен, а тут что-то такое, такая эклектика между Византией и Ярославским. В прошлом году в православном календаре появился еще один праздник. Спустя 200 с лишним лет по богословению Патриарха Кирилла возобновлено празднование Рождества Николая Чудотворца. Эта дата приходится на 11 августа по новому стилю. Мастера надеются, что восстановление праздника станет поводом для ученых восстановить и историю святынь, связанных с именем Великого Святого. 10 августа Православная Церковь отмечает память Смоленской иконы Божьей Матери. В этот день исполняется 240 лет со дня основания храма Смоленской иконы Божьей Матери в селе Устье. В 40-е годы этот храм был разрушен и сейчас переживает второе рождение. В селе Устье побывал наш корреспондент. В селе Устье сегодня крестный ход. Престольный праздник в честь иконы Смоленской Божьей Матери совпал еще и с памятной датой. 240 лет исполнилось самому храму, который был построен в 18 веке, аккурат в месте впадения реки Ить в Волгу. Устье называют Врата Ярославля. Храм, который стоит, можно сказать, на границе Ярославля, является таким маяком. О прошлом храма известно немного. То ли купцы построили, ведь могилы благотворителей прямо возле собора. По другим данным, церковь помогла возвести фрейлина императрицы Екатерина Абрезкова. В советское время в здании были и клубы, и пекарни, и склад. За восстановление взялись в 2001 году. Первоначально здесь образовалась общинка, такая небольшая. Некоторые прихожане, местные жители решили восстановить храм, потому что красивый храм на берегу. В Волге стоит красивейшее место, пейзаж. Отец Алексей Виноградов служит здесь настоятелем уже два с половиной года. Говорит, работа еще не початый край. Работы по каменной кладке очень дорогие. Да и специальный кирпич нужен. Церковь надеется найти благотворителей. Вот мы крышу поменяли. Сейчас мы делаем электрику. И уже внутри шпатурка, шпаклевка. Сейчас начали заниматься внутренними работами. Павел Крамадонов уже год поет в мужском хоре храма. Он самый молодой в этом коллективе. Приходит не только на репетиции, но и помогает белить и шпаклевать стены. Паша студент, ему 21 год. Когда его сверстники собираются компанией выпить пиво, он отправляется в храм. В этой жизни каждому свое. Кто-то находит утешение в развлечениях, в тех же клубах. Я, обычный человек, тоже позволяю себе иногда. Но не стоит забывать о Боге, что Господь ведь все видит. И каждому придется ответить за все. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, пришедшие на этой неделе. Знаю, что 19 августа яблочный спас. Сколько всего спасов и чем они отличаются? Откуда появились их названия? Всего в августе мы празднуем три праздника, так или иначе связанных с памятью Спасителя. Откуда, соответственно, и появилось их название. Спас. Первый из них празднуется 14 августа, так называемый Медовый Спас. Это день происхождения или изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. Следующий, второй спас. Спас яблочный. Он приходится на 19 августа, двундесятый праздник Преображения Господня. И последний, третий спас, Ореховый, приходится на 29 августа, день, когда мы празднуем нерукотворный образ Спасителя. В каждый из этих праздников было принято освящать уже созревшие к этому времени соответствующие названиям плоды земли. Также к некоторым из них есть свои особенные традиции. Так, к примеру, на Ореховый Спас было принято освящать новые колодцы и подготавливать к зиме уже существующие. И наш последний вопрос. Как правильно отпраздновать свой День Ангела, если он выпадает на пост? Можно ли, кроме похода в храм, отпраздновать его в кругу семьи? Безусловно, можно. День Ангела на самом деле большой светлый праздник. Однако, если он выпадает на пост, то стол должен быть постным. В противном случае получается некоторая странность. С утра вы пошли в храм честовать своего Ангела-Хранителя, а уже к обеду или к вечеру вы за столом нарушаете церковный устав, тем самым впадая в свой День Ангела в грех. Согласитесь, это несколько странно. Поэтому, безусловно, в свой День Ангела вы можете и должны отпраздновать в кругу семьи, однако в соответствующем постным столом. На этом наша передача подошла к концу. Свои вопросы о тех или иных интересующих вас особенностях духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. Также не забывайте о нашем почтовом адресе. Город Ярославль, улица Советская, 69. Сегодняшний день – заговение на начинающийся завтра Успенский пост. Успенский пост отличается достаточно высокой строгостью. Как правило, во время него запрещена рыба, кроме Дня Преображения, который будет у нас с вами на следующей неделе, 19 августа. Также 21 августа будет великий праздник для всей Ярославской земли – День памяти Толкской иконы Божьей Матери. В этот день традиционный крестный ход до Толкского женского монастыря начнется от храма Ильи Пророка, что на Советской площади, в 10.30 утра и проследует до пристани Вываньково, где в 16.30 начнется переправление богомольцев в Толкский женский монастырь. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова